Привет, Сири. Поставим будильник через час. Наш мир не идеален, но он полон красоты. Нужно лишь немного присмотреться. Каждый из нас смотрит на окружающие его обстоятельства по-своему. Уметь разглядеть прекрасное – это особый дар. Как и не менее ценный дар – просто видеть. Человек очень быстро привыкает к хорошему. И вещи, которые по сути своей бесценны, становятся для нас чем-то привычным и само собой разумеющимся. «Имея не ценим, потерявший плач». Эта фраза уже давно обросла пафосом и все чаще проскальзывает разве что в шуточном контексте. Но быть правдой от этого не перестает. Только человек, потерявший зрение, знает ему истинную цену. Каждый из вас хоть раз в жизни, наверное, задавался вопросом, «А каково этим людям? Каково не видеть, каково не слышать, каково не уметь ходить?» И каждый из нас может, наверное, это проверить, каково это. Хотя бы на какую-то долю. Потому что в полной мере мы все равно этого не узнаем. Мы проведем, опять же, некоторого рода эксперимент. Я в течение часа не буду видеть абсолютно ничего и буду находиться в рамках этой квартиры. Не целый час, а всего лишь час. Потому что по сравнению с незрячими людьми – это ничто. «Посмотрим хотя бы за этот час, что я пойму, что я буду ощущать и как я приму этот мир в абсолютной темноте». «Поставь будильник через час». «Хорошо». Мы можем быть слепы к количеству незрячих в обществе и даже стараться их не замечать. Однако во всем мире насчитывается около 40 миллионов незрячих людей и порядка 250 миллионов с плохим зрением. По некоторым данным, количество учтенных слепых и слабовидящих в России составляет около 230 тысяч человек. Из них абсолютно слепых – свыше 103 тысяч. Это неточные цифры, и людей с нарушением зрения может быть гораздо больше. Однако и этого достаточно, чтобы понять, что их немало. Каждые пять секунд в мире слепнет один взрослый человек. Каждую минуту – ребенок. Незрячий от рождения человек не совсем правильно представляет цветовую палитру. Однако он понимает, что есть понятие «цвет» и может связывать его с предметами или же явлениями. Например, как море – синий, а красный – это горячий. Но для них это не так важно. Мир они воспринимают уже иначе, опираясь на ощущения слуховые или же тактильные. У слепых людей отсутствие зрения компенсирует другие органы чувств. Исследования показали, что незрячесть может изменить способ обработки информации в мозге. К примеру, у людей, которые потеряли зрение в раннем детстве, Центр обработки визуальной информации в головном мозге начинал также обрабатывать слуховые, вербальные или тактильные сигналы. Я знаю, это безумная идея, но мне хочется заварить себе чай. Давайте попробуем. Сейчас найти бы печку. Если нам в рамках, в стенах этой квартиры тяжело, то уже о том, чтобы выйти в город, я не представляю. Чайник. Такое, мне как что-то есть. Есть. Очень теряешься в пространстве и забываешь, какое расстояние до тех или иных предметов. Таблетки. Так, баночка. Это кофе. Хотя да, знаете что, давайте лучше ему кофе заварим. Так. Это здесь были ножки. Страшно. Мышь, вот-вот нарвешься на огонь. Я обожу себе руку. Так, 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 так. Сейчас, по-моему, самое сложное. Мне надо налить горячего кипятка в мой стакан. Так, иди сейчас в чайник. Так. Подождите. Играет музыка. Играет музыка. По-моему, я налил. Я не знаю, сколько я себе налил. Одному в таком положении очень сложно. Ты же говорю, очень сильно теряешься в пространстве. Вроде ты здесь был, ты видел, как все стоит. Да, по-моему, я налил себе очень мало. Это очень сложная задача. Действие, которое занимает у тебя минуту, две минуты. На это действие у тебя уходит куча времени. Эти пальцы так мастерски скачут по клавишам, что не дают усомниться в мастерстве пианиста. Однако вы восхититесь еще больше, узнав, что маэстро играет, абсолютно не видя инструмента. Саид Саид Гусейнов при неудачных обстоятельствах потерял зрение, когда ему было 7 лет. До 14 лет он боролся за право видеть, но недуг взял свое. С тех пор Саид живет в темноте и контактирует с миром, опираясь на другие оставшиеся свои органы и чувства. Давалось это нелегко. Было отчаяние, однозначно было отчаяние, была борьба внутренняя. Там у меня было только две дороги. Либо ты сидишь на месте и ничего не делаешь, и говоришь, вот я бедненький, я весь не с ним. Незрячий, ничего не вижу, оставьте меня в покое и подносите мне все на блюдечки. Либо ты начинаешь жить, и жить, соответственно, полноценно. А это очень тяжело незрячему человеку. Я скажу так. Когда я был в интернате для слепых и слабовидящих детей, я там не чувствовал, что незрячий, потому что там сева, как меня. А вот когда я приехал в Махачкалу и поступил в институт, а там уже все изрячие, вот тогда я понял, что будет очень нелегко. И вот тогда уже у меня началась та самая борьба с самим собой. Прежде всего, я всегда доказывал себе, не кому-то другому, а именно себе, что я могу, что я способен. А способен Саид оказался на многое. При отказе зрения у него обострился слух, и он стал это успешно использовать. У Саида большой опыт работы на радио. Сейчас он является квалифицированным звукорежиссером. Пишет саундтреки к фильмам и сериалам, обучает детей и занимается дубляжом. Здесь у меня еще был талант к музыке. Я исполнял, я умел слушать, умел слышать, чувствовать ноты. И сейчас, допустим, мне это пригодилось писать музыку для каких-то там заставок, отбивок. Ну, то есть, мне это очень помогает. Аранжерирую. Пару лет, как сменил место охоты, а тут уже напрочь забыли закон Дагестана. Так я вам напомню. Из него вырастет человек, а человек вне закона. Тебе ли говорить о законе? Терпение. Охотишься ради забавы, убиваешь ради власти. Ты никогда не чтил закон. Детеныш мой! Мой по крови! Убирайся, откуда пришел, паленый мясник! Тигр знает, кто правит в этой части Дагестана. И он поостержется приходить сюда с угрозами. Тем более, когда действует перемирие. Если бы мне об этом сказали приблизительно 10 лет назад, когда я видел, и сказали, вот ты станешь звукорежиссером, но при этом ты будешь незрачей, я бы не поверил, быть честно. Но когда ты являешься незрачим, и когда ты находишься в этой деятельности, все как-то происходит само собой. Я не могу сейчас ответить на вопрос, как руками, ушами. Вот всем, чем есть, всем и работая, но не глазами. На ощупь. Звук зюем. Давно я не играл эту музыку. Но сейчас такая ситуация происходит. Значит, пальцы помнят, а мой мозг думает. Закон жизни порой так устроен, чтобы что-то обрести, нужно что-то потерять. Когда человек лишается такого ресурса, как зрение, это не просто потеря одного из органов чувств. Это отправная точка в абсолютно новый уклад жизни. Меняется не только внешнее поведение человека, но и зачастую его характер. Меняется отношение к миру, к духовности, к людям. Я очень благодарен Всевышнему именно за это, потому что, когда я стал незрячим, я стал больше не думать сердцем. То есть чувствовать людей именно сердцем. Мне это помогает. Вот обычный человек, он находится в соблазне, он видит что-то глазами, и ему очень нелегко, скажем так... Как бы это объяснить правильно? Легко... Ну, ничего не стоит обидеть, допустим, другого человека. А вот незрячий он не видит эмоций, он не видит глаза, он не видит жестокость, он не видит, как сейчас с ним лукавит человек. Он может это почувствовать по голосу. Если человек хорошо играет, он может ему поверить. А если нет, то... Вот это вот волнение или же голос, она отображает. И, соответственно, когда ты подходишь к человеку искренне, как ты себя чувствуешь? Я его не вижу. Посмотрел ли он на меня со злобой? Я этого не увидел. Я совершенно искренне на него смотрю. Как ты себя чувствуешь? Он может сказать, нормально, но на лице у него может быть такое отвращение, но я от этого не перестану его любить, потому что я это отвращение не увидел. Я как подошел к человеку, полюбил его за то, что вот он человек, и ему надо помощь, и у него надо спросить. И как бы с этим ушел. И от этого сердце, оно очищается от каких-то там черных пятен, негатива. Ну, то есть человек становится более мудрее, добрее, смиреннее, терпеливее. И это дает тебе больше возможности понимать жизни и быть готовым ко всему. Сегодня, смотря на Саида, понимаешь, что человек способен, если не на все, то на очень многое. Он занят любимым делом, он женат и растит трех замечательных детей. А самое главное, он строит планы. А слепнуть страшно, но еще страшнее, когда слепнут душа и разум в отношении жизни этой и жизни следующей. Саида. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Комнату Ты уже понимаешь, насколько это великий дар Дай Бог не забыть Всем удачи, всем здоровья Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok